Британия Империя, чья митрополия была отделена от континента, но имевшая колонии на всех материках. Сорождение Британии берет свое начало в 1066 году, когда нормандская аристократия вторглась и подчинила себе Англию, то есть англосаксов. В Британии образовались два народа – англы и норманны. Именно с этого момента начинает развиваться англо-нормандская культура и становление государственности. Итак, почему же распалась Британская империя? В течение восьми столетий, с 11 по 19 век, Британская империя с каждым годом разрасталась все больше и становилась все сильнее. Она считалась самым развитым государством к началу 19 века. Именно в 19 столетии страна укрепила свое политическое значение до доминирующего. В это время империя расширяет свои территории за счет присоединения земель в Азии, Африке, а также в Тихоокеанском регионе. Для успешного ведения экономических и политических дел Британия укрепляла свои отношения с другими колониями – Канадой, Австралией, Новой Зеландией и другими. После событий войны за независимость и возникновения Соединенных Штатов Америки, Великобритания решает завоевать Южную Африку. Оттеснение буров и жителей данных регионов началось в 1795 году. Все действия сопровождались широким натиском английского народа и внедрением британских правил. Также англичане прибегали к суровым мерам – использование английского языка как основного, введение новой системы налогообложения, лишение населения всякого рода привилегий. В середине XIX века некоторые колонии смогли добиться определенных прав на самоуправление, оборону и проведение самостоятельной экономической политики. В такие колонии обычно направлялись эмигранты из разных стран Европы и России. Британские власти боялись, что из-за большого потока иностранцев может начаться внутренний раскол и британская империя вполне может рухнуть. Дабы избежать этого, политики того времени создавали проекты реформ имперской административно-политической структуры. Было принято решение расселить лояльных граждан в так называемых «белых колониях», где логично, что большинством населения были европейцы. И это помогало сохранить могущество империи. Эмигранты становились своего рода агентами, которые помогали вернуть и воспроизвести английские обычаи и традиции. Это ненадолго замедлило процесс распада государства. В конце XIX – начале XX веков британская империя вступила в последнюю фазу прогрессирования. Некоторые ученые называют этот период становлением Третьей империи, так как основу империи составляли так называемые «белые доминионы», принявшие правовые нормы для становления «содружества наций». Однако, несмотря на это, XX столетие не стало самым успешным для Британии. И причин для этого было более чем достаточно. Во-первых, в стране началась политическая нестабильность. Это сопровождалось тем, что по ходу решения наиболее значимых проблем в государстве, правящая элита, а именно консерваторы, разделились во мнении. И тем самым произошел раскол партии. Данным положением воспользовались либералы и попытались взять дела в свои руки. Однако и они не смогли решить наиболее важные вопросы империи. Русские богатыри подарили русским счастье жить в самой большой и прекрасной стране. Русские богатыри сегодня, славные чемпионы, продолжают удивлять и приводить в восторженный трепет весь мир. Настоящий великоросс Денис Гольцов – двукратный чемпион мира и Европы по боевому самбо, боец ММА, заслуженный мастер спорта. Современное воплощение былинного русского богатыря. Продолжая дела своих славных предков, Денис от всего сердца рекомендует всем нам приобретать великолепную продукцию из натуральных материалов от настоящей русской компании «Великоросс», сделанной с любовью к своим соотечественникам. Кроме того, компания «Великоросс» регулярно участвует в различных патриотических проектах, старается развивать у молодого поколения правильную систему ориентиров, всячески поддерживая традиционные семейные ценности, русскую культуру, отечественную физкультуру и спорт. «Великоросс» – это всегда настоящие вещи для настоящих мужиков. Переходите в магазин по ссылке в описании. Во-вторых, начиная с конца XIX века, возникает напряжение в отношениях между ведущими странами мира – Великобританией, Германией и Францией. Великобритания и Франция – это два развитых государства, которые старались завоевать мир с помощью колониальной экспансии. Отношения между Великобританией и Германией были намного сложнее. Обе страны конкурировали в захвате территорий Африки. Особое противоборство возникло в гонке морских вооружений. Данный вопрос стал основным для английского правительства, поэтому остальные проблемы автоматически ушли на второй план. Со временем конфликт двух стран все больше усугублялся. Из-за экономически нестабильного положения и невыгодного военно-стратегического положения, Великобритания больше не могла противостоять Германии в одиночку, поэтому она вступила в военный блок Антанта, в составе которой были Великобритания, Франция и Россия. В результате Первой мировой войны Великобритания все же одержала верх над Германией и получила власть над многими германскими колониями. Но все это нанесло заметный урон стране. В-третьих, в стране началась эпоха Великой депрессии. Проявлялось это в кризисе таких отраслей, как промышленность, сельское хозяйство, финансы, торговля. Одним словом, экономика страны медленно, но верно началась давать позиции. Владельцы предприятий стали меньше уделять времени на развитие и совершенствование промышленного производства в Великобритании. Продукция постепенно теряла конкурентноспособность. Все эти события отражались и на населении страны. Рост безработицы, недовольство общества и, как следствие, нарастало запасовочное движение. В-четвертых, в колониальных странах Британии стало разворачиваться революционное движение против власти. Вскоре после Великой Октябрьской революции 1917 года в России население таких стран, как Индия, Египет, Иран, Афганистан подняли мощный национально-освободительный подъем. Многие народы объединялись, чтобы нанести существенный урон английскому колониальному государству. Самым главным событием Британской империи во время кризиса капитализма стала Англо-Бургская война 1899-1902 годов. Военные действия требовали задействовать большие усилия, как физические, так и моральные. Это стало огромным препятствием для расширения территорий. После Второй мировой войны кризис капитализма обострился с большей силой и сдерживать национально-освободительные движения становилось все труднее. Британский колониальный империализм был подорван, что и привело к распаду Британской империи. Одна за другой страны добивались независимости, и уже в скором времени термин «Британская империя» перестал существовать. Его заменили «содружеством», в которое уже в 50-х годах входило 49 государств и 12 зависимых территорий.